Мы часто слышим о том, что деньги утекают как вода, но если рассмотреть обратный процесс, чтобы та самая вода наоборот приносила деньги. Здравствуйте, в эфире программа «Своя компания». Сегодня я расскажу о том, как этот продукт первой необходимости превратить в настоящий бизнес. Что самое необходимое для человека? Воздух и вода. Делать деньги из воздуха, скорее всего, не получится. А вот на воде можно неплохо заработать. В настоящее время доставка питьевой воды – это уже даже не тренд, а жизненная необходимость. Если учесть, что каждый человек в день должен выпивать в среднем минимум 2 литра воды, то можно рассчитывать даже на прибыль. Мы отдыхаем раз в году, 1 января. И то клиенты нам звонят, или соскучившись, или после праздника. Дмитрий Даньков по образованию педагог. Продолжительное время он работал в сфере образования. Пять лет назад решил кардинально изменить свою жизнь и стать предпринимателем. Я понял, что на этом люди могут работать и создаются новые рабочие места, а уже потом думать о том, как на этом заработать, думать о себе. А все очень просто. Однажды набрав воду настолько вкусно на роднике, что я задался целью донести такой же качественный продукт в настоящее время, в настоящих условиях в городе Благовещенске до потребителя. Дмитрий шутит. Вот где пригодились его педагогические и организаторские способности. Он стал детально изучать, как устроен водный бизнес. От технологий производства до логистики вникать пришлось даже в самые незначительные детали. Опыта в бизнесе у Дмитрия не было. Зато были знания, как продавать тот или иной товар. У меня есть опыт в продажах. Я совмещал профессии разные и испробовал. Поэтому я имел представление, как это. Ну, конечно, было страшно, потому что мы в первый раз. Но, смотря назад, я не сожалею ни о чем. Сейчас его предприятие стабильно работает. Это, собственно, и есть цех, где производится вода. Если изучать вопрос глубже, в прямом смысле этого слова, то берут живительную влагу из артезианской скважины. А вот и самое сердце предприятия. Это наша кладовая, наша жемчужина. Сама скважина внутри. Глубина у нее идет 260 метров. Как мы видим, все забетонировано, все изолировано, покрашено. Вход сюда полностью запрещен. Здесь есть датчики, подающие воду наверх. С нее все начинается. И когда в этом году мы меняли насос, выходила глина, порода, которая там в глубине. Ты понимаешь, как природа все это создала. Скважина – это, конечно, первоисточник воды, но основная сложность этого бизнеса даже не в том, чтобы ее пробурить и следить за ней. Здесь важно качественно отфильтровать воду. Существует несколько степеней очистки. Мы выбрали самый сложный путь очистки. Это ГОСТ. Знаете, есть ТУ, есть ТГОСТ. Мы пошли сложным путем, чтобы завоевать нашего клиента. Это угольник, песочник, это лампа обеззараживания, это озонатор. Ну и еще есть несколько, о которых секрет не раскрою никогда. Все оборудование качественное, все оборудование сертифицированное, все оборудование в автономном режиме моется, промывается, очищается. Но это стоит денег. Дмитрий решил не скупиться и, говорит, заказал качественное оборудование. Оно позволяет очищать воду от примеси, прогоняя ее сразу через несколько ступеней фильтрации. Вообще, собственное производство воды – дело непростое и дорогое. К примеру, каждый вот такой аппарат, который выполняет определенную функцию, стоит несколько сотен тысяч рублей. Согласитесь, весомо для начинающих бизнесменов. Например, вот эта система «Ромашка» обошлась Дмитрию и его компанией в 300 тысяч. Это очень затратно, на самом деле. И я вам больше скажу, и скажу телезрителям, затраты продолжаются до сих пор. Потому что компания все время развивается, и все время появляются новые затраты. Нужно обновлять автопарк, технологическое оборудование. Очень большие вложения требует этот бизнес. Представьте, в автопарк, одна машина сегодня стоит 300 тысяч, их нужно, у нас их 6. Перемножьте, это 2 миллиона. Плюс строение здания, оборудование. Плюс мы цех выкупили. Без стартового капитала в этом бизнесе просто не обойтись. К примеру, Дмитрию пришлось вложить больше 3 миллионов рублей, чтобы его предприятие успешно существовало. Но здесь работает схема. Сначала ты инвестируешь в собственное дело, затем оно начинает работать на тебя. О быстрой прибыли речи быть не может. Но в целом многие эксперты называют этот сегмент довольно выгодным вложением. Это прибыльно в части того, что у тебя есть люди, они работают, у них есть работа. То есть ты задействуешь количество людей, которые не сидят без дела. Нам, ну, конечно, это прибыльно. Но это все сложнее. Это небольшие средства с учетом того, что там ГСМ дорожает, фильтры все качественные, все иногда даже по евро считается, все дорожает. Преформы дорожают на бутылку. Но самое главное, что у нас люди работают, что коллектив не разбегается, что коллектив сплачивается, приходят новые сотрудники. Это очень важно. В сложное время, что у людей есть стабильность. Это, наверное, важнее, чем иногда собственная прибыль. Заработать на жажде, конечно, можно. Но важно, чтобы бизнес не обернулся банальной жаждой денег. Конкуренция в этом деле немалая. Делать прибыль на воде желают многие. Поэтому один неверный шаг – и ты уже не на плаву. Здесь важно не только производить качественный товар, но и приучить потребителя его покупать. Промо-акции, социальные проекты, рекламы – конечно, индивидуальный подход. В борьбе за клиентом все средства хороши. Я и весь наш коллектив, вся наша команда пришли к стойкому убеждению, что клиента нужно сегодня завоевать. Его сегодня нужно полюбить. Его сегодня нужно холить и лелеять. И для него быть самым лучшим в качестве доставки, в качестве воды, каталогия. Но сегодня его нужно завоевать. Это очень сложно при той конкуренции, которая есть сегодня в городе. Кроме того, в этот бизнес приходится постоянно вкладывать, модернизировать предприятие и закупать новое оборудование. К примеру, недавно Дмитрий приобрел специальный аппарат, который может производить пластиковые бутылки по принципу «здесь и сейчас». Дело в том, что пока тару под воду ему приходится заказывать. К слову, примерно треть себестоимости товара приходится именно на упаковку. Когда этот аппарат заработает, можно будет немного удешевить процесс производства. Хотя в этой сфере глагол «удешевить» вряд ли будет уместен. Ведь даже здесь есть свои подводные камни. Это очень сложно на самом деле, потому что ее нужно почистить и доставить. Когда мы только открывались, мы тоже думали, как обычный покупатель. Что-то сложно. Открыл кран, налил. И многие так и считают. Говорят, да вы ее на колонке наливаете. Но когда ты проходишь все ступени, когда фильтруешь воду, очищаешь, обеззараживаешь тару, намываешь и доставляешь до покупателя, очень сложно. Потому что логистика, такой шаткий момент использования транспорта. Ломаются часто машины. И мы тоже, о нас часто пишутся. Вода хорошая, но доставка очень слабая. Я сам и нога в воду вожу, чтобы лишь бы нам успевать. А это диспетчерская служба доставки воды. Здесь принимают заказы и распределяют курьеров по адресам. Чтобы упростить процесс работы, недавно придумали особую систему. Клиент звонит, а оператор уже знает, как его зовут и куда ему нужно доставить продукт. Это принципиальное решение, чтобы позволить, первое, это разгрузить всех диспетчеров и водителей, и освободить эфир, чтобы как можно клиентов больше звонили в это время. И для этого мы установили эту техническую, совершенную, как мы считаем, программу, которая минимизирует, как мы уже сказали, временные рамки диспетчера. И лишний эфир не заполняется тем, что нужно еще передать заказы водителю. Это очень удобно, на самом деле. Дело в том, что ежегодно водный рынок увеличивается на 40-45%. Без воды просто не обойтись, даже в кризис. Ведь если отдельные продукты можно заменить, то воду вряд ли. А пока есть спрос, предложение тоже не иссякнет, как и сама вода. Но в нашей программе есть такая традиция. Всем участникам мы вручаем специальные дипломы. И вот такие наклейки – это своеобразный знак отличия от Амурского областного телевидения. Спасибо вам большое. Процветание в вашем бизнесе. Спасибо, Яна. У меня на этом все. Смотрите нашу программу, узнаете все тайны амурского бизнеса изнутри. Увидимся в своей компании. Продолжение следует...